Друзья, рекомендуем подписаться на канал Ночного Жителя, где он играет в ретро-игрушку под названием Impossible Creatures. Суть ее заключается в том, что вы сами можете создавать разных мутантов. Ссылка на канал в описании под видео. Переходите и подписывайтесь. Так, вот это вот орда муравьев, который наскочил на уголь. Вот видно даже стоит. Это, короче, угля не хватает, они в очереди. Друзья, всем большой привет, с вами Диодан. Сегодня мы продолжаем играть в Punch Club. Напоминаю, что наш Римас должен прорваться на вершину Лиги Новичков. И, собственно говоря, для этого мы прибываем в тренажерный зал. И сейчас начнем тренировку. Также я немножко поучаствовал в подпольных боях. Все-таки пробился в эту желтую зону. Но если мне память не изменяет, я там смотрел некоторые видео на ютубчике, по-моему, когда ты участвуешь в желтой зоне, то тебе надо сразиться уже с двумя противниками. И это будет довольно проблематично для нас. Также было бы неплохо вообще накопить деньжа для того, чтобы взять себе уже наконец-таки тренажер домой. Поскольку каждый раз тратить 10 баксов на тренажерный зал, ну, как-то совсем-совсем не круто. Поэтому давайте мы с вами еще на скакалочку отправимся. Ну, а тем не менее, завтра, по-моему, открывается запись, да, в Лигу Новичков. Должны мы с вами подготовиться. Надеюсь, что она попадется нормальный противник. И, по-моему, завтра же уже битва будет происходить в подпольных боях. Ну, там, видите, такой рандом, смотря кто к тебе попадется, какой-нибудь жестокий парень или два жестоких парня, ты просто отвалишься, получишь травму и все. И на этом ты досвидос. Даже не знаю, участвовать или нет, но давайте в Лигу Новичков запишемся. Как раз мы с вами должны подготовиться по полной к этому событию. Там тоже рандом, напоминаю. Повезет вам, не повезет, кто-нибудь жесткий или кто-нибудь такой слабенький пацан. Как помните, мы когда-то попадались вообще первого уровня. И это было, конечно же, гораздо проще. Слушайте, ну, ловкость прокачивается реально очень тяжело. Здесь, похоже, нам придется с вами зависать в качалочке на долгие времена. Тем более, что и дата заканчивается. Параметры еды и кушать охота снова. Да, 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 да. Я не знаю, как там народ прокачивает до 30-х ловелов. Вообще без понятия. Надо быть каким-то лютым перцем, по-моему, чтобы так докачивать. Хотя, смотрите, с грушей вообще очень хорошо идет прокачечка. Я думаю, если мы с вами еще следующий день проведем на работе, подзаработаем чутка денежек, то как раз-таки к 45-му дню, когда у меня произойдет следующая битва, я буду вообще в шикарной форме. И как раз-таки смогу оперативно поучаствовать. Ну, неплохо мы так с вами поработали. Хорошо. Давайте зайдем еще в магазин, возьмем себе кусочек мяса. Да, я с каждым днем выгляжу все сильнее и все круче, все круче. Дружище, здорово. Давай, кусок мяса. Далее, что, 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 что? Замороженная пицца 9 баксов. Ну, 9 баксов, 9 баксов, 17, 17. Да давайте возьмем, скушаем себе еще пиццерийку. Погнали домой. Пешочком пока что ходит наш боец. Но надеюсь, когда-нибудь у нас появится столько денег, что я смогу уже... О, детка. Диодан стайл тут небольшой произошел. Я съел все-таки тот гнилой бургер. Лол, не заметил. Хорошо, начинаем работать. Зарабатывать наши деньжатки. Блин, а зачем я купил пиццу теперь, понимаете? Мне 51 доллар. Я такой человек просто, что мне нравится, когда там 50 или 55. Вот эта цифра 51, она, конечно же, будет очень сильно вымораживать. Ну, ладно, не беда, в принципе-то. Все, деньжата мы с вами заработали. Все, хорошо. Давайте тогда сгоняем сейчас в магазин. Замечательно. Наберем себе куски мяса на будущее. У меня есть друг владелец пиццерии. Может, у него какая-нибудь работа. Вкусный, смотрю, мне тебе нравится. Но лучше бы ты ел более здоровую пищу. Спасибо, работает всегда хорошо. Ну да, пиццерию-то я не так часто кушал. Давайте возьмем себе три кусочка мяса. Отправимся домой. Там как раз отоспимся. И в следующий день полностью посвятим качу. Твое настроение упало, и все твои тренировки станут менее эффективными. Зашибись. Слушайте, надо тогда кому-нибудь морду набить, конечно же. Либо отдохнуть сроем. Но это все очень не вовремя появилось, потому что следующий бой уже сегодня у нас появляется. Блин, печаль-тоска. Печаль-печаль-тоска. Но настроение повышается. В принципе, можно, я не знаю, позалипать в видеоигры. Но мы с вами вообще вышли, конечно же, не на тот параметр. Энергия, энергия, еда. А что это нам дает-то с вами? А, это здоровье нам дает. Понятно. У нас вообще ужасные параметры для дня битвы, что называется. Не знаю, как восполнить. Давайте сгоняем в качалочку. В принципе-то время еще есть. Посмотрим тогда мы с вами. Хорошо. 10 баксов. Надо хотя бы, знаете, параметры ловкости восстановить. Возможно, нам это поможет. Ловкость и выносливость, я имею в виду. 45-й день. Да. Печаль-печаль-тоска. Но опять-таки, смотря как, повезет нам или нет, что называется. Давайте еще с вами на беговую дорожку пойдем. Либо попадется там какой-то легенький братишка, либо нам попадется самый жестокий боец, и все. И наш Римас допрыгается, и будет ему очень и очень больно. Рандом. В чистом виде, что называется. Жалко, что настроение упало. Блин. Влияет на эффективность тренировок. С таким настроением тренироваться совсем не круто. Ну-ка, становая. Давай, братишка, нет, рисковать нельзя. Ну что, бой. О, отлично. Слушайте, вообще слегка мы его победим, я так понимаю. Да, 143-143. По хп мы вообще равны. Но у меня параметр ловкости, конечно же, гораздо больше, поэтому парень у нас сейчас вообще отлетит. Да, да, да. Я думаю, что даже им смогу выбить количество энергии. Замечательно. Давай, Римас, дружище, сражайся. Возможно, даже мы попадем с вами на третью позицию, если повезет. Но опять-таки, все зависит от того, как сражаются другие игроки. Ну ладно, давай, давай, Римас, дружище. Хорошо, конечно же, сражаться в лиге. Поскольку нет риска получить какую-то там травму. Как это бывает в других случаях, да? В подпольных боях там, блин, то тебе ноги сломают, то еще что-нибудь, то сотрясение мозга. Всякое добро не очень хорошо. Не очень приятно это заканчивается для нас. Ну, слушайте, парень, парень просто не может выстоять против Римаса, пропускает кучу ударов и отваливается. Не, а по идее, если нам попадется такой же боец... Эй, поздравляйте с третьим местом, выгляди новичков. Это выглядело очень просто. Да, спасибо, ты выглядишь расстроенным, что-то не так. Ах, это все мои долги, ты знаешь, я тут сжал кучу денег Дону. Деньги Дон, куда-то вляпался, я всего лишь хотел драться, и не ради денег. Да, я знаю, но мне так нужны были деньги. Может, ты поможешь мне помочь вздремнуть во время третьего раунда? Ну-ка, может помочь как-то по-другому? Может быть, есть выход, расскажи обо всем Мику. Он умный человек, а может быть, предложит решение. Пора бы навестить Мика. Да, слушайте, какая-то движуха. Эй, чемпион, что ты такой озабоченный? Здорово. Сильвер, он задолжал бандитам кучу денег и просит меня с литьбой. Однажды он уже проделал это собственноручно. Знаешь, он ведь был чемпионом. Сильвер был моим учеником. Он должен был вернуть медальон после того, как закончил свою отцовскую карьеру. Вернуть твой медальон. После смерти твоего отца я забрал медальон. С братом были слишком маленькими, чтобы обладать им. В правильных руках его сила поистине безгранична. Никто не знает, откуда взялся этот медальон. Он обладает способность сопровождать силу, открытую свою владельца. С древних времен всегда были люди, служившие, чтобы защищать его. Шли годы, люди, оберегавшие медальон, менялись. Более двадцати лет назад твой отец и троих друзей поклялись охранять медальон. Я был одним из них. Мы назвали себя Панч Клаб. Мы выбрали красную пробку, как наш секретный символ. Медальон должен был оставаться в Панч Клаб. Это очень мощный артефакт. Я совершил ошибку, отдавил Сильверу. Он по праву принадлежит тебе. Артефакт, это странно. Думаю, мне следует забрать его Сильвера в таком случае. Черт возьми, Сильвер. Сильвер? Мик рассказал мне всю, где медальон? Видимо, рано или поздно это должно было всплыть. Мои долги перед Доном. Мне пришлось расплатиться за них медальоном. Ты отдал магический артефакт Дону, гангстеру? Что ты вообще наделал? Я не знал, что делать. Он прекратил убить меня и всю мою семью. Что мне было делать? Ладно, успокойся. Видимо, мне следует навестить Дона. Да, потом бы еще прислал ему голову лошади в кровать. Было бы вообще весело. Так, путь тигра. Майя Гэри. Разящий дождь. И что такое? Если на активе, эффективность всех блоков противника снижается на 25. Разящий дождь. Так, почему меня не открыто? А, ловкость требуется. Параметр ловкости. Не может опуститься ниже 8. Слушайте, вот эту тему надо взять обязательно. Да, надо докачать ловкость. Обязательно добить ее. Что у нас там с боями? Давайте запишемся, почему бы и нет. Так, и нам надо с вами сгонять домой. Добить ловкость до восьмерочки. Вот как. Так, а то я все время опасался, что у меня ловкость будет проседать. Здорово, здорово, здорово. Слушайте, классно. Блин, какая классная игра, ребятки. Прям засасывать, зараза такая. Ладно, здорово, спортзал. Надо добить ловкость до восьми обязательно. Так, сорок пятый день у нас уже закончился. Да. Просели наши параметры. Ну ладно, сейчас добьем. Ай, блин, по идее, сегодня уже будут, соответственно, бои в подпольной лиге. Но нет, я не хочу там участвовать пока что. Надо обязательно ловкость добить. Ну хотя, если я успею, есть такая вероятность. Надеюсь, что получится. Пока что добиваем. Настроение-то полное. Сил, конечно же, не так много. Но нормально, нормально, нормально. Почти добил уже до конца. Потом обязательно пойдем на скакалочку. И там добьемся. Да, смотрите, я думаю, получится мне успеть восьмерочку себе набить. Блин, но все равно, конечно же, подпольная лига. С такими параметрами против двух соперников воевать. Не знаю, получится или нет. Риск, конечно же. Риск получить травму. Очень и очень большой. Так, ну ладно, давайте не будем рисковать мы с вами. Лучше подкачаемся. Лучше станем вообще на истинный путь, что называется. И потом уже полностью готовы. Мы с вами как раз-таки будем выступать и в подпольной лиге. Потому что сейчас получим травму. Нас-то выбьет. Все не очень хорошо закончится. Так, путь тигра. Блин, опять у меня мобильный. Ты не падаешь. Параметр ловкости не может опуститься ниже восьми. Вот это, вот это правильная тема. Давайте себе возьмем. Открыть за четырнадцать. Хорошо. И у нас остается шестерочка. Да, бро. Ну что, тогда попробуем покачаться вообще до конца на скакалочке. Потом пойдем домой, чутка поспим. Когда-то у нас следующий бой. Хотя, стоять, стоять, стоять. Бои по расписанию. Блин, рискнуть или нет? Рискнуть или нет? Риск, конечно, дело благородное. Но не для меня. Нет, надо добить полностью наши параметры. Хорошо. Тогда пока что мы так с ним поступим. В общем, отыграем Лигу Новичков. Сейчас еще, возможно, я сгоняю... Давайте, знаете, куда я сгоняю? Я сгоняю в бойцовский клуб. В бар. Отлично. Здорово, Тайлер. Давай проверим себя. Окей. Заодно с вами, возможно, получим там какие-то параметры. Тем более, что здесь все равно Биллы, Спарки всякие. Которые отлетят на раз, я думаю. Хоть он и лысый, хоть он и грозный. Но в первом раунде уже потерял, по-моему, половину ХП. Нормально, нормально так он проседает. Хорошо вообще, хорошо работаешь. Не, Римас красавчик, ей-богу. Римас просто божит. Слушай, если ты его в первом раунде вынесешь, я тебя просто расцелую. Бороду твою расцелую. Но нет, к сожалению, не может он в первом раунде его убить. Но ничего, все впереди. Когда-нибудь мы с вами так раскачаемся, что уже в первом раунде противники будут отлетать. Отлично. Но во втором-то точно мы его заберем. Все. К.О. О, отлично, 4 очка мы получили. Добро, добро, добро. Тогда возвращаемся домой благополучно. Так, следующий бой в Лиге Новичков завтра. Хорошо, 277 аж набили. Давай, Мага, здорово, Абу. Давай парочку кусков мяса мне. Возвращаемся домой. Ай, блин, шайтан проклятый. Обманули меня, надо будет еще наработку сгонять. Денег-то не хватает. Хорошо, ложимся, баиньки. Полностью у нас заполнена шкала еды. Замечательно. И мы должны с вами чутка поработать и потом не дать просесть нам опять-таки по статам. Хорошо, давай на работу, дружище. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Ножками-ножками-ножками. Как раз, сейчас 50 баксов халявные получим. Ну как халявные, посмотрите, настройки работают. Старается. Молодец, хорошо. Предстоящие бои. Вот, следующий бой уже сегодня. Так, ну, ловкость у нас не опускается ниже восьми. Надо добить себе выносливости, я не знаю. Давайте пока что над выносливостью поработаем. А потом уже после этого боя будем заниматься конкретно качем. Качем на ловкость, что называется. Возможно, даже сможем с вами прокачать силу себе чуть-чуть побольше. Но мне кажется, что надо выносливость. На нее именно упор поставить. И тогда все будет нормас. Видите, как закачиваемся потихонечку. Ну, хотя не особо-то эффективно сейчас идет. Блин, даже не знаю, успеем, не успеем. Ладно, так. Ловкость у нас здесь полностью прокачалась. Хорошо. Идем тогда добивать себе еще... Так, так, так. Я, блин, вечно путаю выносливость с ловкостью. Диодант стайлы небольшие происходят. Хотя, возможно, силу проще было бы прокачать. Да, силу-то, конечно, гораздо проще. Ну, ладно. Мы с вами делаем упор именно на наши основные статы. Потому что если еще на силу отвлекаться, это значит, что потом выносливость будет просаживаться. Все равно это время у нас уходит с пользой. Мы качаем не только ловкость, но еще и выносливость. И все хорошо. Сейчас как раз докачаемся. Прямо до победного. Давай, дружище. Давай, 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 давай. До победного. Молодец. Ну что, в бой? Ооо, мистер Кик-Из. Ну, я, кажется, уже к бою готов. Ей-богу. Что у него там? Бесконечная энергия осталась. Сейчас все его навыки потребляют на 70% энергии меньше. Слушайте. Наносящий умеренный урон, при этом сокращающий ловкость. Мне кажется, тогда надо сделать ставочку немного на другие удары. Мощный удар. Тогда что мы с вами можем сделать? Пропуск атак. Увеличивающий шанс на пороск персонажа в следующей фазе. Атаки для регенерации. Надо либо его выбить вообще полностью. Мощный удар, затрачивающий много энергии. Оно прямой зависит от параметров ловкости. Что у нас тут? Наносит больше урона. Экогэри, хайпанч. Нет, нам надо энергию экономить, я думаю. Да. Погнали в бой. Посмотрим по первому раунду. Слушайте, нормально он там прилетел. Ну, кстати, у него урон не такой большой. Помните, у нас там некоторые братанки гораздо больше урона били? Нет, ну если я этого детка смогу победить, то мне вообще в Лиге Новичков можно никого не опасаться. Реально. Смотрите, деток это промахивает. 154, 148. Ох-ох-ох. О, Римас, братан, давай, бажи. Ей-богу, молодец. Красавчик. Блин, дерись до конца. Ну нормально так, 124. В принципе, у него-то хп было в два раза больше, чем у меня практически. Ну ладно, не в два раза, а в полтора примерно. Ну хорошо, хорошо. Посмотрите, посмотрите, как раздает вообще. 108. Да, мне теперь в Лиге Новичков вообще никто не страшен. Отлично. Ну хотя как никто не страшен? Ну по-прежнему наносит урон-то неплохой. Давай, Римас, братан. Блин, восьмерочку отхватил себе. Ну надо дедка этого добить тут. Смотри, это старый дед-пердед. У него борода уже, блин, из ваты. Давай, Римас, это молодой красавчик. Молодой кличко, что называется. Не, ну дедок неплохо так держится, я вам могу сказать. Хотя, блин, у него заканчивается энергия все-таки. Но у нас энергии хватает, это самое главное. Что если бы я сейчас тут начал нокауты отлетать, это бы для меня не очень хорошо закончилось. Нормально уворачиваемся, кстати. Неплохо, блин. Только я это сказал и сразу получил по голове. Не, Римас, братан, ты должен его победить. Уже в кои-то веки. Тогда тебе вообще никто не страшен будет. Да, красавчик, молодец, 16. О! Давай, давай, братан, Римас, добей его. Добей его, чутка осталось. Все, молодец. Слушайте, мне теперь вообще насрать на всех. Отлично, десяточку получили. Минус 40 хп. Вот это тема, вот это тема. Путь тигра, хорошо. Проникающий удар. Если на акктивность, удар персонажа способен гереть до 40% защиты оппонента, основанной на выносливости. Чистый урон в случае успешного применения. Заменяет ворот. Да, тогда лучше эту тему прокачать. Хорошо. Хо-ро-шо. Отлично. Мы с вами уже на второй позиции, так как что-то вообще с Альвадур Панчес остается. Но только Панчеса я, конечно же, ни разу еще не побеждал. Ну, но надеюсь, что мне удастся это сделать. Хорошо. Идем в магазин. Бабки мы с вами получили. Не, кстати, можно рискнуть, конечно же. Попробовать, может быть, даже ворваться и, допустим, попробовать ворваться и в подпольные бои. Не знаю, правда, во что это выльется все. Ладно, поспим. Утро вечера мудренее, что называется. Блин, и видите, как параметр падает. Жестко, жестко, жестко. Ладно, поспим пока что. Так, братишка, вставай, вставай, рут подъем. Подпольные бои. О, вот сегодня как раз-таки они и доступны. Эх, рискнуть, не рискнуть. Рискнуть, не рискнуть. Давайте тогда хотя бы в силу прокачаемся, ей-богу. В принципе, если мы там с вами денежки получим, то нормально вообще будет. Потому что выносливости все равно добить не смогу. А вот силу... О, кстати, здесь еще и выносливость прокачивается. Нормально. Вот это тема. Надо хотя бы силу добить тогда на троечку. Раз уж мы не можем большего добиться. Давай-давай, родной. Закачивайся, закачивайся. По полной, по полной. Сегодня для тебя очень важный день. Либо ты получишь кучу денег, либо ты получишь кучу травм. Как бы, блин, тертим, но да, там что называется. Третьего не дано. Давай, братишка. Кстати, здесь вообще очень мощно раскачивается он. Все, молодец, молодец. Ну что, рискнем? Ох, нифига себе. Так, хорошо, почины. Кто там у нас такие? Что у нас за новая способность там была, по-моему? Если она как-то снизить блок противника снижается на 25%. Но нет, нам надо с вами лукик взять себе. Вместо йогкогери или пропускатак. Вот, как раз таки. Вот таким вот образом. Погнал. Давай, давай, братан. Не, ну в принципе, братишка-то не особо крутой. Закачиваем там выносливость. Какой-то, знаете, бандит из сталкера, по-моему. Чем-то реально напоминает. Не, ну нормально так. Слушайте, он даже еще ни разу не попал по нам. Все-таки закачиваем мы с вами в ловкость. Вообще замечательно. Нормально, нормально стоим. Первый раунд еще ни одну единичку урона не получили. Ох, молодец еще Римас, красавчик. Братишка, давай, работай. Ай, блин, ну что ж ты так? Ну удар у него мощнее, я вам могу сказать. Ну все, мы ему энергию выбили. В следующем раунде он начнет уже падать в нокаут. Давай еще раз, Римас, братан. Вперед, вперед, вперед. Выбивай ему ловкиками энергию. И тогда будет братишка вообще отлетать. Блин, пропускай только не надо, конечно, удар. Но он тратит очень большое количество энергии. Полный раунд прошел, а у него все еще осталось. Давай, 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 родной. В нокаут его, в нокаут, блин. Ну как так? Все, отлично, один нокаут есть. И раунд заканчивается. Ну все, я думаю, в следующем раунде этот товарищ у нас вылетит. Давай, давай, давай. Ну мы, кстати, с вами потеряли всего 40 хп. Еще удар, отлично, готов. Так, что за второй пацан? Победа. О, так он тоже слабенький. Лол. Так сейчас вообще его выдвинем. Нормально, нормально. Сейчас сравняем еще количество хп, и все будет вообще очень просто. Хп энергии тоже проседает. 110 на 130. Но вот парочка ударов уже все наравне. Что называется, энергия, правда, регенерирует, тварь такая. Ну да, качки, качки, но я-то ловкач. Я-то гораздо круче. Промахивается, промахивается постоянно. Хорошо. О, блин, когда я поменяю себе у ворот, то тогда там будут лютые контратаки. Вот уже Римас, видите, как раздает люто. Красавчик. Давай, дорогой, братишка. Все, у него энергии нет. Отправляй в нокаут его. В нокаут его, отлично. Раз, нокаут. Второй нокаут надо сделать. Восстановился чутка. Давай, добивай, отлично. Второй нокаут. И третий, если ты в раунде успеешь, все. Ему хана. Еще один нокаут, братан. Красавчик. Один удар. Один удар, брат. Блин, 3 хп всего осталось. Слушайте, так я уж могу свободно сражаться и в подпольной лиге, даже в желтой зоне. Все, красавчик. Умничка. 150 баксов, офигеть. 150 баксов. 150 баксов. Это можно себе грушу купить дома. Ему можно запастить жратвой в кои-то веки. И чисто качаться уже, не обращать внимания. Не, я тогда жратвой запасусь. Чтобы я уже, знаете, меня не колыхал этот вопрос. С едой, что называется. Я мог чисто качаться. Закачиваться по полной. Все, кушаем. Нямку. И идем качаться тогда. Хорошо, я думаю, следующие бои в подпольной лиге. И тогда мы с вами... Сейчас, секундочку, смотрю, сколько... 21 минута уже серия идет. Я как будто только зашел. Смотрите-ка, я думаю, еще один бой в подпольной лиге такой. И я смогу себе купить уже чисто тренажер себе домой. Допустим, грушу. Маленькую. И смогу себя всецело посвятить прокачке. Так, получено 118. Потеряно. 38, 40. Ну, давай, давай, братан. Качайся, качайся, качайся. Завтра, по-моему, у нас следующий бой уже в лиге новичков. Если я смогу сильнее победить. Ну, надеюсь, там денег-то мои побольше выдадут. Но в тренажерке тут надо зависать очень долго, чтобы прокачать девяточки. Да, посмотрите-ка, мы там чуть ли не целый день тратим, чтобы прокачаться до девяточки. Слушайте, было бы круто, если бы у нас в реальной жизни тоже была такая тема, чтобы ты знал, насколько ты прокачан по навыку. Я имею в виду, сколько ты там в день теряешь. Это было бы классно. Ну, наркомания, конечно. По-наркомански звучит. Ну, что поделать, тоже прикольненько. Давай, братан, готовься, готовься, готовься. Завтра у тебя очень важный день. Кстати, киндер-сюрприз купил. Можете своей девушке сделать сюрприз такой. Короче, покупаете киндер-сюрприз, потом эту фольгу убираете, аккуратненько яйцо раскалываете пополам, меняете там вместо игрушки что-нибудь там, не знаю, подарочек, сережки, не сережки. И потом берете, короче, ножичек, его под горячую воду проводите по краям этого киндера-сюрприза и склеиваете обратно. И потом аккуратненько фольгу закрываете. Это вообще офигенный сюрприз получается, ребятки. Отвечаю. Можете попробовать. Девушка будет просто, не знаю, писаться от счастья, ей-богу. Давайте пока что мы с вами тут скушаем днемку. Поспим немножечко. Ну, правда, по параметрам, конечно, просядем, но мы сейчас как раз до девяточки добьем. Да. Как раз таки в этот день мы с вами до девяточки добьем. И вообще все будет классно. Все, все, все. Успеем, успеем, успеем. Погнал в тренажерку. И если сейчас попадем в первую, на первое место в лиге, это будет просто супер. Просто, просто супер. Давай, дружище, только до девяточки надо добиться обязательно. Так, следующий бой в подполке у нас завтра. Ну вот как раз. Как раз, как раз, как раз. Сейчас выиграем лигу новичков. И потом пойдем в подпольные бои. Заработаем еще денег. Купим себе в какой-то веке тренажер. Замечательно. Замечательно. Давай, до девяточки добивай. Братишка. Можно, в принципе, еще даже силу до тройки добить. Не знаю, успею я или нет. Я думаю, что... Я думаю, что должен ее успеть. 2, 9, 5. Хорошо. Давай, давай, давай. Усердно, усердно качайся. Да, отлично. 2, 9, 5. Хорошо. Погнали. Ну там... Ох, лол. Опять мистер Кикюз? Тебе что, прошлоу раза не хватило, что ли? Ладно, хорошо. Тогда он с вами поставим... Кого там, кого там, кого там? Модификатор? Пропуск, что ли? Да, пропуск, атак. Хотя можно даже не пропуск, атак. Давайте в первом раунде, раз уж у нас полная энергия. Сейчас попадание напрямую зависит от параметра точности. Давайте, короче, попробуем надамажить в первом раунде. Если не просядем по энергии, то будет вообще классно. Отлично увернулся. Блин, прилетело мне так знатно. Елки-моталки. Мышные у него удары, на самом-то деле. Ну нормально, мы, кстати, по энергии неплохо так держимся. 62. О, мистер Кикюз гораздо больше энергии потребляет. Мех промахнулся. Блин, и по лицу отхватил. Нормально, нормально. 160 на 127. Я думаю, в следующем раунде уже разница будет нивелирована. Не, мы, кстати, неплохо так энергию восстанавливаем, я могу сказать. 152 на 127. Хорошо, 41 на 35. Давай, дружище, дерись, дерись, Римас. Сегодня надо попасть. Странно, что меня опять поставили с этим мистером Кикюзом. Господи, он уже думает, а когда я попаду по этому Римасу проклятому? Он все никак не может попасть. Нормально, 128, мы уже сравнялись с ним. Нет, победа будет определенная. Отлично, отлично, отлично. Еще несколько ударов, и отлетит этот мистер Кикюз. Хорошо, Римас. Римас молодец, вообще, меня радует. Но мы с вами, конечно же, вовремя вышли на эти параметры. 395, и удары сильные. И выносливость хорошая. И все вообще прекрасно. Блин. Ну, неплохо он так стоит. Оба-на, нокаут получил. Блин, уже, видите, энергии не хватает. Блин, снова отлетел. Не-не-не, надо в следующем раунде уже брать на энергию, короче говоря. Потому что, потому что тяжеловато, да. Тогда мы с вами убираем этот мощный удар, затрачуя много энергии. Нам надо с вами пропуск атак ставить, чтобы восстанавливать энергию. Хорошо, давай. Давай, давай, братишка, восстанавливать надо энергию обязательно. Иначе сейчас опять мы с тобой отлетим. Потому что, видите, пока я валялся, это восстанавливает свою энергию, а я не могу. Все становится печально. Ну, блин, тут уже, видите, 30... Ай, черт такой, Римас, братан, держись, за что ж ты будешь делать-то? Нельзя пропускать так. Нельзя пропускать, Римас. Нельзя, 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 нельзя. У ворот, у ворот, поворот. 22-48, блин. Слушай, тут уже повезет, не повезет. Давай, давай, еще раз. Еще один удар, братан. Молодец, красавчик. Красавчик. 60 баксов получил. Победа. Ты только что стал чемпионом, это отличные новости. Вообще по красоте. Окей, а что за цель у меня? Я же на первом месте. Матчиса. О, я с Сальвадором Панчисом. А что за Сальвадор Панчис? 29-5. Ох, лол. Он такой же, как я. У него даже точность повыше. Блин, абсолютно такой же, как я. Вот этот поворот. Зря я записался, по-моему. Так, ну ладно, путь тигра. Мы там с вами, по крайней мере, можем поменять. Контратака. Если навык активен, любое уклонение от атаки нанесет оппоненту 40%. Заменяет бэкдроп. Что за бэкдроп? Техничные шансы на успешное уклонение. А, вот он, бэкдроп. Если навык активен, 25%. Ну-ка, перекресток. В случае успешного применения. Чистый урон. Давайте попробуем себе его взять. За 16. Хорошо. Такс-такс-такс-такс. Стоп, а какая вообще цель у меня? Погодите-ка. Цель-цель-цель начало. Тренировка начала. Так-так-так. Тут у нас хорошо. На крыльях любви. Уличный боец. Далее. Когда-то он был моряком. Этот парень просто огромный. Мне кажется, без магии тут не обошлось. Да. Без магии там реально не обошлось. Вот. Ты только что стал чемпионом. Кровавый чемпионат. И далее что-то с Доном. Надо с Доном еще поговорить, я так понимаю. Ладно, друзья. На этом мы закончим нашу серию. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока-пока.